Друзья, я решил на контрасте после ролика о замерзшем парне Евгении Демине рассказать о том, как служат немцы в бундесфере. Но так как я подумал, что мне многие не поверят и решат, что я преувеличиваю, специально рассказываю все слишком красиво и замечательно, я нашел письмо русского парня, который отслужил в бундесфере. Так уж получилось, после жизни в Россию он переехал с родителями в Германию и попал в бундесфер. У него была возможность сравнить, так как старший брат служил в российской армии. И вот после проведенных 9 месяцев у парня явный талант к написанию текстов, он выпустил такой небольшой очерк о том, как он служил в бундесфере. Я думаю, что это будет длинный ролик, но если вас интересует эта тема, причем я советую и женщинам, и мужчинам все-таки остаться на этом ролике, он местами весьма забавный. Если вы прослушаете до конца, то у вас сложится образ не только того, какая может быть современная армия, но и вы очень много поймете о немецком характере, об этих людях, насколько они отличаются от русских. Итак, поехали. Я думаю, что вы не зря потеряете это время. Я имел удовольствие провести 9 месяцев в детском саду с оплатой, с довольствием и обмундированием. Этот детский сад гордо именуется бундесфер и является, по сути, домом отдыха, совмещенным с игровой площадкой для молодых и не очень, и даже старых немецких детишек. Это так называемая немецкая армия. Через 3 месяца учебки ты получаешь звание гефрайтера, это типа ефрейтер, причем независимо от заслуг или поведения, или уровня умственного развития. После 6 месяцев службы становишься обор-гефрайтером. Каждое звание несет с собой около сотни лишних евро в месяц. Вообще, с оплатой дело обстоит шикарно. В двух словах, так называемая зарплата солдата составляет около 900 евро в месяц. Если казарма находится дальше, чем за 100 километров от дома, то в день начисляют по 3 евро за так называемое отдаление от дома. Это типа финансовая компенсация. Если ты при экипировке отказываешься, например, от нижнего белья, майки и две голубые пижамы, то тебе выплачивают за это тридцатник. Ну, типа за то, что ты сэкономил в Фатерланду расходы на трусы. Потом опять же, если не жрешь в казарме, многие просто из-за лени отказываются от завтрака, чтобы поспать еще лишний час, получаешь за каждую непринятую единицу пищи по евро 30 назад. Ну и плюс сотня в месяц за каждое звание, плюс к так называемому дембелю, премия около 900 евро. Служба эта тяжела и трудна. Многие новобранцы очень страдают и скучают по маме и ходят к казарменному священнику, который исполняет и одновременно роль психолога, принимает всех солдат, независимо от вероисповедания. Он имеет голос и вес, может потребовать, например, чтобы очередного разгильдяя отпустили на недельку домой из-за тяжелого психологического расстройства. И это несмотря на то, что каждые выходные солдат опускают домой. В пятницу в 12 конец службы, а начало в понедельник в 6 утра. Поездка домой, то есть поезд, оплачивается государством. Сразу должен заявить, что дедовщина запрещена и преследуется, хотя какая там дедовщина, если общий срок службы 9 месяцев и солдаты по выходным разъезжаются по мамам с папой. Никому из командного состава не разрешается притрагиваться к солдатам. Не то, чтобы бить, а просто притрагиваться. Разрешается только громко орать, но без личных оскорблений. Иначе рапорт и плакала карьера офицера. Например, какой-нибудь додик из рядовых, не блещущий интеллектом, не может правильно нахлобучить на свою башню головной убор и выглядит как турок или повар в своем берете. Унтер орет на него. Вы... Обязательная форма обращения к солдату. Выглядите как пекарь. Сейчас же оденете головной убор правильно. Исполнять. Тормоз елозит своими клешнями по тыкве без видимого успеха. И, парав еще немного, Унтер подходит к нему и спрашивает. Можно дотронуться до вас и поправить ваш берет? Если урод отвечает да, то Унтер с любовью поправляет ему беретку. Если же у дод не желает быть потроганным Унтером, то он говорит нет. Были такие случаи. Тогда Унтер идет вдоль шеренги и выбирает какого-нибудь олуха из солдат, у которого берет выглядит хорошо и отдает ему приказание поправить берет этому у доду. Вот такие пироги. Однажды на учениях, когда мы играли в зорницу, несколько балбесов отстали и рисковали быть застреленными, так сказать, потенциальным противником. Наш Унтер не выдержал, заорал «Тащите же свои обосранные жопы сюда!» После, объявив перекур, извинился перед комарадами, ссылаясь на то, что он был в состоянии аффекта, возбуждения и просто ляпнул это сгоряча и спросил, не сердятся ли они из-за этого на него. Солдаты сказали, что нет, и Унтер возликовал. Здесь небольшой комментарий. Унтер в письме это короткое сокращение от «Унтер офицер», что значит «человек ниже офицерского звания, но выше солдатского». Я так понимаю, что это близко к прапорщику. При таких условиях и не мудрено, что один еблан из моей комнаты, комнаты были на шесть человек, иногда плакал по ночам и хотел к маме, прерывая свое нытье словами, что пойти в армию это было самое плохое его решение и что он ненавидит себя за это и очень сильно хочет домой. Остальные солдаты его утешали. На учебке мы бегали, прыгали, занимались спортом вместе с Унтерами, ибо устав гласит, что Унтеры не могут требовать от солдат каких-либо спортивных занятий которые они сами не делают вместе с ними. Так что если бедняга Унтер хотел, чтобы мы отжались 20 раз или пробежали 3 километра на время, ему приходилось проделывать то же самое. Принимая во внимание, что Унтеры не то чтобы тащились от спорта, ну вы сами понимаете, что мы не слишком напрягались. Еще мы учились разбирать и собирать автоматы и ползать. Ну и конечно постигали теорию тактики и стратегии. Служебный день выглядел так. С пяти утра завтрак, кто хочет идет на него, кто не хочет спит дальше. Главное, чтобы к построению, к шести часам, все стояли перед своими комнатами в коридоре. После переклички следовал приказ по комнатам и ждать дальнейших приказов. Все расходились и занимались всякой ерундой. Кто спал, кто телек смотрел, кто в приставку играл. Все, кстати, можно было спокойно привозить в казарму. Кто читал? А один доблестный эквивалент из Унтеров крался по коридору, врывался, как ураган, в комнату и сеял ужас, наказывая всех, кто не вел себя подобающей приказу. А приказ требует, чтобы солдат ожидал приказа, сидя за столом на стуле. Если он не заставал солдат в такой позе, то он их заставлял подметать или мыть лестницу в коридоре, собирать фантики по плацу, ну и так далее. Фантазию у него было не слишком много, так что коридор и лестница всегда сияли. Потом, 17.00, следовал приказ – конец службы. И комарады весело устремлялись кто куда, кто на дискотеку, кто в кино, кто бухлом закупаться. Единственное, сильно угнетало то, что в комнате нельзя курить и бухать, вот конкретно в комнате. Для того, чтобы этим заниматься, нужно было идти в специальное помещение на нашем этаже с бильярдом и теннисным столом, а также на территории казармы находился бар. Еще одно отступление от меня, так как среди моих знакомых и теперь уже детей, моих друзей, многие, кто прошли Бундесвер, рассказывают, что так оно и есть. Действительно, служба солдата заканчивается где-то в 17 часов и те, кому лень выходить в город, идти по магазинам или встречаться, например, с девушкой в свободное время, просто идут в бар, который находится здесь же, на территории части и спокойно попивают пиво, играя в бильярд и так далее. И там же проводят время офицеры. Здесь очень важный момент. Как вы заметили, солдат описывает, что любые физические нагрузки унтер-офицер должен делать вместе с ними. Но это еще не все. Весь офицерский состав кушает в одной столовой с солдатами, принимает ровно ту же самую пищу, что все остальные, начиная от самого последнего сержанта и кончая полковником. Самый первый пункт устава немецкой армии звучит так, что солдатское единство одинаково для всех. Самое главное в армии это камарадшафт. Камарад это по-немецки товарищ, то есть твой сослуживец это прежде всего товарищ. В немецкой армии учат тому, что все одинаковы и все должны дружить и помогать друг другу. Солдат бундесвера должен выглядеть аккуратно, разрешено иметь волосы, если они не свисают на ушах или на воротник, челка не должна падать на глаза. Бороду можно иметь, но нельзя ходить щетиной, так что если ты приехал с бородой, то можешь ее оставить или отрастить бороду во время отпуска. Солдат бундесвера должен быть дисциплинирован и повиноваться приказу. Нам долго и нудно разжевывали о целесообразности приказов и о том, какие приказы солдат должен выполнять, а от каких он имеет право отказаться. То и дело разгорались дискуссии солдат с унтер-офицерами о том, должны они выполнять определенные приказы или нет. Бедняги-унтеры орут и потеют, но толку от этого мало. Солдаты знают свои права. Это первое, о чем их информируют, как только они попадают в армию. Им каждый день ездят по ушам, рассказывая, что солдат это тоже неприкосновенная личность и рассказывают, как эту личность защитить от издевательств со стороны старших по званию или несуществующей дедовщины. Причем я уверен, что этой самой дедовщины в немецкой армии не было вообще, так как мне сказали, что ровно такие традиции были сто и двести лет тому назад. В коридоре висит ящик для анонимных жалоб на командный состав или отдельных личностей, ключ от которого у самого капитана, шефа батареи. К нему также можно в любой момент зайти и поболтать о том о сём. Вообще атмосфера не напряженная, очень много юмора и шуток. Например, любят повеселиться во время муштры, когда все маршируют, готовясь к присяге. У многих проблемы с поворотами налево или направо. Дикие крики, тупые шуточки, когда все поворачиваются налево, а какой-нибудь один баран направо и оказывается лицом к лицу с другим. Унтер при этом радостно подбегает и спрашивает барана, не хочешь ли ты поцеловать своего товарища? Все хохочут. Маршируют по 2-3 часа, но каждые полчаса пауза. Благо, дисциплина не позволяет унтерам курить, когда мы маршируем. А курить-то им, соответственно, хочется, так что пауз у нас было достаточно. Через месяц учебки примерно первый раз конец службы, часов так в 6 вечера. Можно выйти в город, купить пивка. Ну и так, солдаты, возвращаясь после выходных, каждый захватывал собой по ящичку пива. Собирались они с разных мест и было такой забавой обмениваться пивом и хвалить, какое пиво лучше. Со мной вместе служил поляк, с которым мы сразу сошлись. Однажды он купил пузыря зубровки, и мы пошли в комнату для бухания. Без закуси, без сигарет, выпили полбутылки, ну и соответственно опьянили. В 10 орут отбой, мы с поляком спорим насчет остатков. Он говорит вылить и бутылку выкинуть из окна. Я предлагаю спрятать в моем шкафчике и допить позже. Все в комнате испуганно меня уговаривают не дурить, мол хранение алкоголя запрещено, разве ты этого не слышал? Попадешь и нас всех подставишь. Я гордо шлю всех подальше, говорю, что водку выливать мне не позволяет мое вероисповедание. Один умник уважительно спрашивает меня, а какое оно у тебя? Я сую бутылку в карман запасной шинели, запираю шкафчик и в последующие дни выпиваю поглоточку на сон грядущий. Немцы в шоке от такого моего возмутительного поведения, но помалкивают. По вторникам стали бегать вокруг казармы примерно 6 километров. Туповатый фрай Ункер, будущий лейтенант, бегущий с нами орет мужики русские сзади подай ходу. Интересно, что у них слово русский ассоциируется со словом драпать. Я подав ходу догоняю его и ору в самое ухо. Русские уже здесь. Он спотыкается. После пробежки и разминки во время пауза фрай Ункер приглашает меня в сторонку и заглядывая мне в лицо говорит, что не хотел меня обидеть, упоминая о русских и он глубоко сожалеет, я его великодушно прощаю. А вот этот случай я не забуду никогда. В пятницу после завтрака пробежка 3 километра в спортивной форме. Самый старший из нашего призыва Момзен ему 25 лет и судя по всему он немного не в себе. На пробежке он изумляет и пугает народ. Я же и поляк просто в восторге. Отдан приказ бежать. Засекается время. Круг 400 метров. Момзен пробегает первый круг, равняется с Унтером, который стоит секундомером и кричит на бегу. Я не могу, не могу бежать больше. Унтер в трех словах советует ему молчать и бежать дальше. И Момзен бежит. Вдруг он начинает просто рыдать. Прямо на бегу, причем выглядит это довольно странно. Вроде бежит. При этом протяжный всхлип, потом протяжный и потом опять всхлип, так и бежит целый круг, рыдая просто в голос. Унтер, не веря своим глазам и ушам, таращится на него, и когда тот с ним поравнялся, он ему орет. Момзен, не надо бежать, если вы не можете. Но Момзен упрямо бежит дальше и рыдает. Унтер бросается за ним в погоню, догоняет его, бежит рядом и кричит Момзен, остановитесь, битая. И так они мирно пробегают бок о бок по округу, пока Унтер наконец не понимает, что это может продолжаться долго, и мягким жестом берет Момзена под логоток и увлекает его прочь с беговой дорожки, бережно отводя в помещение, похлопывая по плечу. Остаток дня Момзен лежит на койке в своей комнате, ни с кем не разговаривает, ему очень стыдно, сердобольные немцы предлагают ему попить или поговорить по душам, если он хочет, тот упрямо молчит и качает головой. На следующий день, во время утренней переклички, произошел интересный инцидент. Мы стояли в коридоре и орали здесь в ответ Унтеру выкрикивающие наши фамилии. И в этот момент между строем и Унтером прошел молодой человек нашего призыва в гражданке и с руками в карманах. Унтер, на время потерявший дар речи, все же справился с собой и зычно стал орать на него, мол, что такое построение, что ли не для него, руки из карманов, быстро переодеться в форму, две минуты пошел, а доблестный воин ответствовал горно. Я больше не хочу быть солдатом. У Унтера отвисла челюсть. Что такое? Почти сентиментально спросил он. Я только что ходил в канцелярию и написал капитану заявление об отказе от военной службы, потому что мне не нравится быть солдатом, отвечал уже бывший теперь солдат. Но это же только начало службы, вы еще ни в чем не успели разобраться, пролепетал Унтер. Нет, твердо сказал отказник, солдатом я больше не буду и удалился по коридору. Через двадцать минут он с вещами покинул казарму навсегда, чтобы заступить на альтернативную службу в какой-нибудь больнице для душевнобольных или доме престарелых. Боевой дух батареи пошатнулся, Унтер тихо грустил в столовой. Нам рассказывали кстати, что все камрады должны уважать друг друга и помогать. Каждый в ответе за государственное имущество, данное ему напрокат, и что каждый должен всегда держать свой шкафчик на замке и отпирать его только в случае крайней необходимости. Если же по разгильдяйству ты забыл запереть свой шкафчик, то это в армии считается преступлением, называемым подстрекательство кражи. И что если у тебя что-нибудь сопрут, то виноват будет не только тот, кто спер, но и ты от того, что ты не заперел шкафчик и тем самым соблазнил вора. Каждый раз в пятницу была одна и та же байка, но немцы с моей комнаты каждый раз свято верили, они буквально из кожи вон лезли, чтобы в комнате все было чисто. Байка заключалась в том, что до 12 часов дня в комнате не должно оставаться ни мусора, ни пыли и тогда нас вовремя отправят домой. Если же будет пыль, то горе всем, ибо заставят убираться дальше и задержат нас на час дольше. Проблема в том, что как бы ты ни старался, пыль все равно найдется. В любом случае и каждый раз разыгрывается один и тот же спектакль. Примерно в 11 заходит проверка в лице обычно двух хунтеров и они ищут пыль, которую и находят конечно довольно быстро. Профессионалы скажу я вам на плафоне под потолком или ворсинки на ножке стула, между рамами в окне или на подоконнике снаружи, на дверных петлях под мусорным ведром, на подошвах сапог и так далее. Они знают массу таких тайников и даже если многострадальные немцы помешанные на чистоте запоминают эти места и тщательно в них вытирают, унтеры все равно что-нибудь находят. Потом следует хорошо сыгранная обида унтеров. Они просто в шоке, какой у нас свинарник и минуты две орут и возмущаются, что из-за нас теперь вся бригада задержится еще на один час. Среди немцев паника, граничащая с отчаянием. Они обвиняют друг друга и в основном меня, потому что я не проявляю особого рвения в уборке. И теперь из-за нас вся батарея опоздает на поезд. Я говорю им, что это они говорят в каждой комнате и что нас все равно отпустят как обычно, независимо от того, найдут они пыль или нет. Но мне все равно не верят. Спектакль повторяется, немцы чуть не плачут. И наконец ровно в 12 снова проверка, унтеры с одобрением говорят давно бы так и через 5 минут орут, что служба закончена. Все радостно переодеваются в гражданку и устремляются к остановке автобуса. На мое ну что я вам говорил никто не обращает внимания. В следующую пятницу все повторится опять. Кормят здесь кстати плохо. Ну в смысле плохо по немецким меркам. Завтрак и ужин состоит из хлеба, булочек и нескольких сортов сыра и колбасы по выбору. Овощи типа помидоры, огурцы, нарезанная масса фруктов, яблоки, груши, бананы, иногда арбузы и дыни. Это каждый день. Каждый четверг жареная картошка с луком или кусок пиццы или запеченный гавайский тост с ветчиной, шайбой ананаса и сыром. На обед стандартный набор. Кусок мяса с соусом, отварная картошка ну или какие-нибудь там вареные тушеные овощи. Если не хочешь картошку, можешь выбрать макароны или рис. Каждую среду суповой день. В четверг нам устроили небольшой праздник. Привезли маринованные стейки и сосиски. И в восемь часов вечера был гриль каждому по стейку и две сосиски по две маленькие баночки пива. Кто не хотел пива, мог получить соответственно две баночки колы или фанты на выбор. Я до сих пор с умилением вспоминаю бытность мою в бундесвере и скорблю об идиотах немцах, не знающих, как им повезло. Что ж, особых комментариев не будет. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я могу сказать, что все сказанное в этом письме на самом деле правда. Конечно, он пишет несколько юморной форме и вспоминает какие-то моменты, но в принципе все, о чем он описывает, так и есть. Действительно, разрешено пить на территории речасти, действительно, офицеры тянут всю эту лямку вместе с солдатами. Действительно, можно в любой момент обратиться к кому-нибудь, если что-то не так. Тебе могут дать отпуск. В субботу и воскресенье ты видишься со своими родителями. В пятницу к 12 часто они подъезжали к части, разбирали своих детей, а потом в воскресенье вечером их привозили опять к части. И за все за это солдат получает 900 евро, ничего при этом не оплачивая. Также там раньше по крайней мере было так, можно было бесплатно получить права всех классов на вождение тяжелыми грузовиками, вождение автобуса, вплоть до вождения мотоцикла. Сейчас, насколько я знаю, эту практику прекратили. Кроме прочего, солдат получал полное обмундирование. Это теплое зимнее белье, кальсоны, несколько пар носков из чистейшей шерсти, это два спортивных костюма, это шесть футболок, кроссовки, обувь, ботинки и туфли на выход. Это на случай каких-то торжественных мероприятий, головные уборы, теплые куртки и так далее. Все это солдат имеет право оставить у себя. Сдавать одежду он не должен и платить за это ничего не нужно. Ну и плюс к тому же бесплатное пользование транспортом, как вы уже слышали, и за 9 месяцев еще 20 дней отпуска, который солдат может взять по своему усмотрению. Я, наверное, еще много мог-мог рассказывать. Думаю, что вам понятна картина. Современная немецкая армия никого не унижает, никого не муштрует, солдаты приходят туда, как и все на работу, с 6 до 17 отрабатывают свой рабочий день, а дальше в свободное время занимаются чем хотят. Никто никого не унижает, не насилует, не бьет. Это исключено. Если происходит, например, воровство, это дело сдается в полицию, а человек указывают на дверь. Ну, если он не хочет быть на полном обеспечении и получать просто так деньги, находясь на территории части, значит гудбай, тебя здесь не держат. Многие, поступая туда, рассматривают армию как ступеньку в своей карьере. Во-первых, можно остаться дальше, подписать контракт и находиться на этой лафе в течение 8 лет. Можно завербоваться куда-нибудь за границу и поработать на немецкой базе. За полгода нахождения вне страны человек зарабатывает от 50 до 100 тысяч евро. очень многие рассматривают это как возможность заработать. Ну, а те, кто какое-то время послужили в армии и им надоело, они фактически автоматом могут перевестись на службу в полицию. Поэтому многие парни и девушки смотрят на службу в армии как первую ступень в своей карьере в качестве полициста. Вот такие дела. Ну, а теперь сравните с тем, что происходит в России какое-то совершенно дремучее, ну, просто неописуемое мракобесие. Такое ощущение, что российская армия застряла, бог его знает, в средневековье, никого не волнует, что там происходит, зверствуют офицеры, солдат кормят червями, но я уже не говорю о том, что человека в российской армии беспрерывно унижают и опускают не лучше, чем в тюрьме. Ну, а когда у меня в следующий раз будет время, я зачитаю письмо парня, который отслужил в российской армии и с чем ему пришлось столкнуться. Всего доброго, пока.